Книга «Открытым оком», 2-й том, вопрос 881, тема покаяния. «Что значит свобода совести? Хорошо это или плохо?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Такое словосочетание двух опасных слов встречается только один раз. 1 Коринфянам 10, 28-33. «Но если кто скажет вам, что это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не поддавайте, не поддавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Самый страшный Божий дар – свобода, послуживший к погибели всего рода человеческого. Этот дар делает человека по образу похожим на Бога. Если слово «совесть» определим таким понятием, как участок души, через который слышится голос Божий, тогда мы свободны только в одном направлении – уподобляться Богу, внимая каждому его слову, тихому виянию ветра. Люди же под этим словом понимают, что хочу, то и ворочу, то есть верю или не верю, православный я или еретик. Государство вдвоем дает мне право безобразничать этой свободой и отравлять этим ядом других, как делают заморские секты. Те правители, которые вкладывают подобный смысл в это словосочетание, должны быть судимы, как и развратители, разрушители государственного строя и мирной жизни, вечного спасения. Исайя 10.1 Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения. При мудрости Соломона 6.5.8 Страшно и скоро он явится вам. И строг суд над начальствующими. Но начальствующим предстоит строгое испытание.